Очередное заседание исполкома Международной Черкесской Ассоциации началось с оглашения повестки дня президентом МЧА Хаути Сахроковым. Среди ключевых тем – мероприятие, посвящённое 85-летию со дня рождения выдающегося российского государственного и общественного деятеля первого президента МЧА Юрия Калмыкова, взаимодействие с некоммерческими организациями и, конечно же, итоги работы по защите интересов и прав черкесского народа в отдельных государствах мира. Мы полностью осознаём ту ответственность, которую несем как международная организация перед российским государством, перед своими народами, перед народами, живущими за рубежом. И мы призываем все народы, которые живут за рубежом, соблюдать законы тех государств, в которых они проживают, но при этом мы призываем им соблюдать интересы отечества, исторического отечества российского государства, соблюдая, сохраняя свой язык, обычаи, традиции. Почётным гостем заседания МЧА стал председатель правительства Карачаева-Черкесии Аслан Озов. Он также выступил с приветственным словом от имени главы Карачаева-Черкесской республики Рашида Тимрезова, где было подчёркнуто, что гармонично выстроенные взаимоотношения между разными народами всегда являлись залогом процветания нашей республики и страны в целом. Орден государственной власти в России и Карачаевой-Черкесии, как её неотлинные части, делал всю возможность для того, чтобы народы, живущие в нашей стране, могли гордиться своей национальной культурой. Мы всегда соответствуем сохранению национальных языков, обычаев, традиций. В этой работе большое значение имеет взаимодействие с общественными организациями, в том числе и Международной черкесской ассоциацией. Важно, что члены МЧА всегда выступают за межнациональное и межконфессиональное согласие на консолидацию народов Северного Кавказа, в их общее устремление трудиться и созидать на благо России. Участники заседания заслушали подробный отчёт председателя АДГХС и Черкесский парламент о проделанной работе за прошлый год. Али Асланов подробно рассказал о проводимых мероприятиях по сохранению черкесского языка и культуры, а также защите прав и интересов черкесского народа. На сегодняшний день, да, я могу сказать, что мы достаточно хорошо взаимодействуем с нашей властью. Мы пытаемся донести все проблемы, чаяния нашего народа, как и по нашим уставным задачам нашей организации, правительства. Нас слышат вот сегодня и на заседании, вы видели, присутствовал и председатель правительства, и другие, значит, высокопоставленные чиновники. И все мероприятия, которые мы проводим в республике, согласовываем, всё проводим на законных основаниях. По разным вопросам также выступали гости из Израиля, Турции, Ордании и Сирии. Так, первый вице-президент МЧА Арфан Барсик рассказал о том, как проходит в вузах России обучение зарубежной черкесской молодёжи. Родина – это наша республика, Кавказ, конечно, это республика. Давно, следствием, мы знаем, что это наша родина, так далее, относимся хорошо. Когда приехали, увидели это, конечно, полюбили. И люди доброжелательно, тепло их принимают. Прекрасно просто. Я очень благодарен всем этим семьям, которые приняли нас, и мы их любим, уважаем. В завершении заседания прошло торжественное награждение членов организации почётными грамотами за вклад в работу ассоциации. А чуть позже состоялось знакомство гостей форума с достопримечательностями Карачаева-Черкесской республики.